Субтитры делал DimaTorzok Перед началом видеоролика напомню вам о том, что в моем телеграм-канале проводится розыгрыш в честь 5000 подписчиков на ютубе. В качестве главного приза выступает белорозовая кепка и секретный подарок от меня. Условия максимально простые, вам нужно всего лишь быть подписанными на мой ютуб и телеграм-каналы. Участников не так уж и много, поэтому кто знает, может повезет именно тебе. Так что не стоит упускать данную возможность. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита, если вы кушаете. Поехали! Свой творческий путь Саша начинал в тусовке с Аббат Культ. Но в конце 17-го года данное объединение распалось из-за творческих разногласий. И это событие буквально открыло второе дыхание у всех бывших участников. И конечно же положительно сказалось на сольных карьерах. Вот что говорит сам Флат об альбоме Boys Don't Cry. Я не делал ставки на что-то и не следил за статистикой. У меня каждый альбом в разных стилях. Подумал, весна это лучший повод для релиза. Солнышко светит, все дерьмо утекло. Пацаны, не плачьте, все заебись. Такое вот было настроение. Идея для названия и обложки пришла к Саше максимально спонтанно. Изначально он хотел найти на обложку фотку, чтобы на ней был такой фактурный рыжий чувак с веснушками, выбитым зубом, чтобы у него кровь текла из носа. Но при этом он улыбался во весь рот. Но увы, такого чувака Саша не нашел и решил, пусть это будет просто рисунок. Также Флад отмечает, что название альбома не является отсылкой к чему-либо. В тот момент Флада переехал в Москву, и музыка стала писаться гораздо легче. Он просто писал в песнях о том, как чувствует себя и что видит вокруг, чтобы это могли прочувствовать другие люди и интерпретировать любые строчки под свой личный опыт. Саша считает, что одна из лучших особенностей музыки заключается в том, что слушатель может прочувствовать в песне часть себя. Boys Don't Cry можно считать первым полноценным релизом Гонфлада после перезагрузки. Сюда попали невероятно легкие, весенние, позитивные песни. Местами дурацкие, местами серьезные и продуманные. Но при этом выполненные в одной стилистике, и не ломающие концепт альбома. Давайте вновь прочувствуем это дерьмо. На улице весна, и вот-вот все начнет расцветать. Я считаю, что выбрал максимально подходящее время для этого ролика. Субтитры делал DimaTorzok Открывает данную пластинку одноименный трек, который буквально задает слушателю настрой на следующей композиции. Прелесть данного релиза заключается не только в легкости и простоте восприятия, но и в том, что автор не заставляет тебя вслушиваться в текст и искать какие-то замысловатые строчки. Он просто хочет, чтобы ты насладился и прочувствовал его состояние. Не обошлось здесь и без отсылочек. Так, например, эти строчки отсылают нас на небезызвестную работу Федука «Буду тебя любить». А здесь Влада говорит о нежном весенне-летнем периоде и делает отсылку группе «Ласковый май», широко известной в 80-х и 90-х годах. Детка, 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 Huawei Я хочу, чтобы ты была моей Пока летай Чё-то сейчас в моем теле ебейшей мурашке буквально от прослушанных 10 секунд. Но не суть. Трек идет порядка 3,5 минут и несмотря на довольно простой куплет, трек не заебывает тебя, а наоборот заставляет тебя подпевать и чувствовать вот эту весеннюю-летнюю атмосферку. Лично у меня этот трек ассоциируется с неким чувством влюбленности и конфетно-букетным периодом, когда тебе сильный ебашт эндорфин, окситоцин и прочие гормоны, и ты буквально возвышаешься над этой землей. Да и в целом, я думаю, что этот трек является актуальным и по сей день для многих влюбленных парочек. Так сказать, не устаревающей классикой. Концовка трека не обошлась без придуманного Гонфладом сленгом, на создание которого его вдохновила группа «Каникул» и «Вутан Клан». В то время Саша активно пополнял свой «флексикон», как он его называл, и отбирал для него самые сочные идеи. Так, например, возведённая в абсолют супер свежесть – это швепс, а яркий и свежий – чуец. В целом, Саша так и описывал свой лайфстайл. «Кубик льда» – это один из треков, получивших большую огласку. Сюжет песни максимально прост и рассказывает об одиноком холодном парне, который скрывается за маской беззаботности и веселья, но вместе с этим признаётся в том, что не способен на серьёзные эмоции. Лирический герой произведения понимает, что причинит боль, поэтому старается объяснить это другим и отстраниться, но в конечном итоге ему это не удаётся. Также «Кубик льда» является тотемной вещью Саши, поскольку он такой же многогранный и разносторонний. Как по мне, это один из самых сильных и серьёзных треков с данной пластинки, частично отсылающий нас к старому треку «Флады» «Холодные ребра». История неудачной любви, испорченной одним уродливым существом. Если чё, «Фагли» является комбинацией слов «факин» и «агли», и обозначает на сленге «пиздец, какой уродливый». Ну, в целом, понятно. Трек «Сейти» продолжает раскрывать историю треков «Кубик льда» и «Фагли», и повествует нам об одиноком лирическом герое, который однажды обжёгся и больше не желает открывать свои чувства новым девушкам, из-за чего остаётся с ними буквально на одну ночь, а затем молча покидает их, оставаясь таким же холодным и загадочным внутри. Кстати, этот трек является одним из любимых у мамы Флады. Стоит отметить, что клип на данную композицию был снят при поддержке команды «Фастфуд Мьюзик». Если что, они также ведут свой полноценный формат «Фастфуд Мьюзик Фристайл», в котором поучаствовал и Флада. Но Фристайл Рокета я не забуду никогда. Он задал настолько высокую планку, что я даже не знаю, сделает ли кто-то лучше. Максимально простой и вейбовый трек, смысл которого максимально прост. Флада говорит, что с пришедшей к нему популярности его стало знать много людей, и даже те, кто его не знают, рано или поздно узнают. А по факту он никого из этих людей-то и не знает. Бля, как вообще можно знать всех фанатов, когда их счётчик давно перешёл за лям? Ну и параллельно Саша успел подстегнуть оппонентов. Я бы даже сказал в стиле ромчика 163, который стал лицом дебютного выпуска данной рубрики. Название трека, да и в целом весь припев является отсылкой на фирменную фразу Bugs Bunny. Данная композиция вышла примерно за полгода до релиза данной пластинки, но широкую популярность собрала с выходом альбома и в дальнейшем вышедшим клипом, идеально вошедшим в концепт пластинки. Получается, что этим треком Гонфлад в первую очередь высмеял мамбл рэп, который был в то время очень популярен, суть которого заключалась в том, что слова там хуй разберёшь, а в хите мамбл у Флада чётко поставлена дикция, и все слова можно разобрать без текста. И вдобавок он показал, как можно выёбываться красиво и делать это без тачек и прочей хуйни. Название трека включает в себя игру слов. Мула это деньги, а малобар это жвачка. Также трек выделяет обилие сленга. И кстати, наверняка у многих из вас Флада ассоциировался со словом «яркий» и «красочный». Но в моменте Сашу это серьёзно так подзаебало, поскольку у него есть обилие материала, выполненного в другом стиле, а большинство знает его только за лёгкую музыку времён Boys Don't Cry. Поэтому он неспроста постепенно сменил вектор творчества, поскольку хотел ассоциироваться со словом «техничный». Кстати, почему-то единственное, что мне пришло в голову после прослушивания этого трека, это искусство бездействия или же искусство похуизма. Тут уже зависит от того, кого вы смотрели, Скилза или Валера Молодого. Почему я сказал именно об этом? Потому что стратегия Флады в данный момент времени ничем не отличается от стратегии условного карти. Поскольку альбом Саши мы уже ждём больше трёх лет. Благо он даты не переносит по КД, как это делает Карти. Ассоциация сладостей с запрёщёнными веществами ещё не раз появится в творчестве Флады. Наиболее ярким является трек «Сахарный человек». Здесь Флада говорит о том, что может кого угодно взъебнуть за своих чуваков из Глэм Гол Гэнг, с которыми он прошёл довольно долгий путь и выпускал много совместных работ. А с Кейк Боем их вообще много чего связывает. Как минимум написание альбома Вуду Чайлд, который они записали упорным трудом в квартире, где проживали на тот момент попарно. То есть Саша с Таней и Кейк Боем со своей девушкой. «Лаймщит» выходил в марте в качестве подогрева. В целом данная работа является олицетворением стиля Саши, запоминающийся припев, приятный флоу и сочная музыкальная составляющая. И в целом данная работа оправдала ожидания слушателей от основной пластинки. «Голос улиц» — это вообще отдельная история. Трек представляет собой сборку голосовых сообщений, которые отправляли Фладе накануне выхода альбома. Эта работа показывает максимальную лояльность и открытость Сашек аудитории. По крайней мере ранее, да и в настоящее время я не видел подобных взаимодействий с фанатами других исполнителей. «Нахуй то дерьмо» эффектно закрывает альбом и показывает отношение Флада к тем людям, которые в него не верили и охотно пытались помешать его успеху. Да и в целом Саша будто бы пытается донести до слушателя, что нужно топить за своё дело, в котором ты хочешь достичь успеха, и отсеивать все те вещи и тех людей, которые мешают тебе достичь цели. Это всё, что я хотел вам рассказать про данный релиз. Как по мне, выпуск получился максимально лёгким и простым для восприятия, как и сама пластинка. Если вам нравится то, что я делаю, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ведь именно благодаря этому я буду продолжать радовать вас новыми видео. Также в телеге я запущу голосование, чтобы выяснить, про что вы хотите увидеть в следующий выпуск данной рубрики. Всем удачи и до скорых встреч. Пока. Моя тотемная вещичка это кубик льда, потому что я такой же многогранный и разносторонний, как я.